Всем здравствуйте! С вами Айсилий Смаилова, методист и преподаватель русского языка в ТАИ. Я перевела некоторые ситуативные вопросы из сборника тестов по куррикулу на азербайджанском языке и хочу представить их вам. Перед нами очередная ситуация. На уроке математики учитель объясняет учащимся площадь Куба. Несмотря на объяснение, многие дети не понимают информацию. Учитель проводит урок не учитывая этого и такая ситуация цепным образом влияет на освоение последующих тем. Таким образом, при суммативном оценивании результаты детей снижаются, что и ожидаемо. Данная ситуация также вызывает недовольство родителей. Какое мнение верно по данной ситуации? Значит, что мы здесь видим? Давайте разберем сначала, как вообще мы выполняем ситуативные вопросы. Вот перед вами достаточно такая немаленькая, достаточно большая ситуация. На что мы обращаем внимание? Тему она объясняет. То есть это она часть выполняет. Но, несмотря на это, вот это подчеркиваю, многие дети не понимают информацию. И несмотря на это то, что дети не понимают информацию, посмотрите, учитель все равно проводит урок. Она даже это не учитывает. И, конечно же, это все влияет на то, что при суммативном оценивании результаты детей становятся ниже. И это даже беспокоит родителей. То есть мы видим, что ситуация неприятная, то есть ей возникли проблемы. Что можно сказать по этому? Пойдемте по варианту. А эта ситуация не произошла бы, если бы учитель учитывал стиль обучения учеников и преподавал предмет разными методами. Как раз таки этот вариант будет верным. То есть, когда учитель преподает тему, очень важно, что он это делал разнообразно. Учитывал стиль обучения каждых учеников. Здесь не имеется в виду, что если у вас в классе 40 учеников, да, или даже может быть больше в 3 раза или в 2 раза, да, ну это образно. Что нужно 40 различных методов делать. Стиль обучения 4. Аудиальный, визуальный, киностатический и чтение письма. Достаточно вот эти 4 стиля обучения учесть, чтобы когда вы рассказывали ситуацию, вы и рассказали аудиально, визуально показали. Киностатически они это попробовали и чтение письма они где-то это может быть исследовали. Ну и самые такие примитивные примеры вам рассказала. Если бы учитель это сделал, да, конечно, не может быть такого, чтобы весь класс взял такой эту тему прям на полную, на полный уровень, чтобы все на 100% поняли. Но каждый возьмет свое. А учитель для этого не предпринимал никаких усилий. Поэтому вариант А относится. А давайте разберем с вами, почему остальные варианты не подходят сюда. Вариант Б. Преподавателю приходится игнорировать трудности учащихся, связанные с текущим уроком, поскольку каждый урок должен формировать новые знания и умения согласно годовому плану. Если так посмотреть, да, то есть нужно, чтобы то, что написано в годовом плане, все это нужно реализовать. Но если это не подставится под учеников и это не делается, соответственно, их интересом, ведь наш курикул направлен на ученика, то тогда смысла нет вообще это делать. То есть это просто будет, ну, кто-то вызубрит и запомнит, а для чего это нужно уже, то есть ученик этого не узнает. Вариант С. Вариант С. Преподаватель не осведомлен об исходных знаниях учащихся, поскольку неправильно провел диагностическое оценивание в начале года. В варианте С, возможно, она это тоже не учла, что на каком уровне находятся знания ученики. Но тут написано, что она не провела верно диагностическое оценивание. Об этом информации в ситуации нет. Может быть, она провела, и может быть, даже она знает уровень учеников, но она не знает, как к ним подойти. Поэтому, то есть для того, чтобы взять вариант С как верный, у меня недостаточно информации из ситуации. Поэтому вариант С я тоже не беру. Вариант Д. Основная причина проблемы – неправильное использование учителем приемов скафолдика при объяснении урока. Об этом информации тоже нет. То есть если брать самое начало, она должна была распределить урок по-разному, то есть различные методы для этого использовать. И уже потом в процессе делать скафолдинг. То есть чтобы дойти до скафолдинга, она сначала должна была сделать вариант А. Но она его не сделала. Именно поэтому у меня нет информации, опять-таки, о варианте Д, и я его не беру. Вариант Е. Во время суммативного оценивания неспособность учителя направлять учащихся путем предоставления индивидуальной обратной связи влияет на низкую успеваемость. Это тоже могло бы быть верно, если бы здесь все было хорошо. Но она до суммативного оценивания допустила эти ошибки. То есть она не преподала материал так, как нуждается ученик. То есть она не учла их требования, потребности и их потенциальные возможности. То есть до этого тоже не дошло. И в ситуации у меня про это информации нет. Именно поэтому я тоже его беру как ошибочный вариант. Как вы заметили, когда я разбирала каждый вариант, я опиралась на то, что эта информация есть в ситуации или нет. Причин может быть много, по которым учитель так поступает. Но если я не вижу это в ситуации, то эти варианты я не буду рассматривать. Именно это один из секретов успешного выполнения ситуативных заданий. Итак, мы с вами определили, что здесь проблема состоит в том, что когда учитель преподает материал, она не подстроила этот материал под их стиль обучения. И так, этого у нас ответ А. А на этом все, уважаемые коллеги. Всем удачи, до свидания.